привет ребята мы сегодня находимся в галилеи в гостях у гордых кавказов которые некогда стали изгнальниками из своей родины и нашли приют на святой земле погуляем посмотрим как устроили свой быт как устроили свою жизнь эти труделюбивые смелые отчаянные люди сегодня мы в гостях у них будем бродить будем гулять будем изучать их историю будем слушать гида сейчас мы находимся на территории музея который нам расскажет этом маленьком народе об этих прекрасных людях мы сегодня у них в гостях сейчас я зайду в музей комментировать ничего не буду не поснимаю так как там идет небольшая экскурсия нам бота рассказывать но сам музей покажу сейчас пока люди сидят на местах слушают кино давайте пойдем темы что он не хочет быть в чёркеске то есть мимо проходит нет таких то определенных таких вот опознавательных знаков и три здесь проживают по аркама и тысяча проживает примерно в рекамия которые находятся возле церкви и жима кузна мы говорим что мы гиме лену не олямно шуму о чёркеске а если ракуши кеншему о чем попросу там по церквам по университетам по аплодатам о чем раула а понеджек о чёркеске маркикшоу и девяносто процентов людей которые сюда приезжают они вообще не слышали ничего о чёркеске в жимушке здесь кто-то встретил может быть чёркеске но такая серьезная структура и ребёнка университет paling быстрее что здесь кто-то кто это базраку на церковь или трасс pengхистера и столь по-машечкам если люди немного немного не хороффе задаватели это стилиум Join us Greenstone мы объявляем эту стиль что-то и что у нас открыли эту ракушку и мы не прошли эти стилиумы И вот эти видео, которые были, видели, это, конечно, очень мало, поэтому хочется для людей показать предпословие такого, как бы, в виде фильма сделана, в виде предпословия, которые говорят о том, кто они, что они, откуда прибыль, или как вообще оказались здесь, то есть все это, вы можете увидеть. Проком, есть ли цепь и пассет, в словах дела, я знаю, что мы говорим о одной из самых известных в мире, с историей, не менее известной, чем историей народа, которая началась 4,000 лет назад, в городе, который называется ЦКОН-МАРАБ-ХАПКАЗ. И речь идет, кстати, об одном из различных народов, которые находятся в ЦКОН-МАРАБ-ХАПКАЗ. 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 А где территория между Северной Кавказом и Северной Кавказом? А я имею в виду на территории Северной Кавказа. Еще есть Краснодарский Край, Адигея, Карашаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ставрополь. Реклама Звīпски в районах это mystical преобразователь wherein территорию Северной Кавказа северной Кавказа и Ставрополь. Реклама Звинов естеств colchеши от Keyмаза Csk sharing и after the completing сейчас шкурокstra северной Кавказа северной Кавказа. Те же самые, они не переводятся как-то по-другому, это как-то на Балкарии, Северная Осетия, Орегия, Орегия находится внутри сейчас, как Санкт-Петербург Края. То есть все территории, которые он сейчас перечислил, это и было древнее, ну даже не древнее, как бы естественно с древней, но это древний народ, до определенного времени Черкесия. Однако, за территории можно baixать как это было и у frente к федерации, вообще с суставаeast, 1864 bättre со стороны Руси, и финансовика Русь готова с базовыми рус у哈ени. Продолжение следует... В результате войны, которая длилась со стороны Российской империи более 100 лет, в нее вошли Кавказские войны, которые закончились в 1864 году, послужили тому, что половина народа была уничтожена, часть народа выехала в территорию Турции. В результате войны, часть на территорию Российской, Российской империи, и часть, вот как показались еще в 1864 году. В этом году один, Джин Джи, говорит, что я стою в 1864 году. Все, кто может сказать, что он стоил в 1864 году? Как вы понимаете? Как вы понимаете? Как вы понимаете? Как вы понимаете, что они живут в 1864? Да. Есть сипоры, митоология, митоология еванит, митоология скандинамит. Также в черкесии есть митоология черкесии, сипоры аннартим, эпосы аннартим, которые находятся в Кавказе, в Сухожедово, и многие сипоры, которые также относятся с сипорами в митоологии еванит. И как вы знаете, из иудаизм знает, что еврея и древняя нация благодаря Священным Писаниям Торе. Кроме этого, есть другие писания, легенды, истории, как и у других народов, например, Греция, Скандинавия и другие. И точно так же у народов Северного Кавказа есть своя митоология, свои рассказы, сказки, то, что было в народе и которое распространено по всему Северному Кавказу. Как еще один пункт, такой доказательный – это археология. В Израиле есть большой просто крылок, который занимается и библейской археологией, и работают раскопки, которые говорят о том, что происходило здесь в Кавказе. У черкесов точно так же есть археологические доказательства. На местах, где жили черкесы, сохранились дольмины. Это места, в которых хоронили древних людей. У нас, кстати, такие есть в районе Гамму.